Слава Богу, братья и сестры! Я понимаю, вы все понимаете, что это, ну, праздник радости, правда? Это праздник радости. Все радуемся. Написано, говорит апостол Павел, если бы Господь не оставил нам семени, то есть Христа, мы были бы подобны Содому и Гоморе. Нас бы не стало. И мы бы здесь не были. Это все наше счастье, что родился Христос. И мы поверили в Него, и вы знаете, почему мы поверили? Потому что Бог нас избрал, прежде создания мира, быть подобными образу Сына Своего. Он нас избрал. Слава Ему! Если бы Он нас не избрал, мы бы там ходили по улицам, и не зная, где бы мы были, нас бы не было здесь. Но мы избраны. Эта радость, вы знаете, есть великая радость, конечно, всем нам, но написано, что всем людям. Но я не думаю, что всем людям. Это один день только всего-навсего радости той. Ну, радуются люди, ну, выпивают там, ходят, подарки сюда-туда. Что-то не делаете, вроде и радуются. Но наша с вами радость должна быть всю жизнь. Апостол Павел говорит так. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такого у вас воля, Господи нашим Иисусе Христе. Всегда радуйтесь. А посмотришь на свою жизнь, и так смотришь и других, и думаешь, ну, всегда ли это так? Как-то иногда исчезает радость. Там непорядок с сыном, там с дочерью, там то, там то. Не додали, подняли инчуринс, там то, там то. И кажется, Господи, ну, куда? Правду ли апостол Павел говорит, что всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите? Это точно так? Или это может быть что-то такое, что мы не можем понять это все? Вы знаете, это просто... Ну, думаю, ну как так? А ведь радость – это плод Духа Святого. И я так думаю себе, Господи, это Дух Святой как большущий генератор, который заправляет нас радостью, чтобы мы радовались всегда. Если мы будем исполняться Духом Святым, мы будем радоваться. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Ну и казалось бы, ну, есть времена, можно и радоваться, и другой раз, но как? Но как? Так, апостолы, написано, получили, ну, удары, бесчестье и радовались. Другие молились, написано, Павел и Сила, у полночь славословили Господа, радовались, пели. Казалось бы, почему? Что вы радуетесь, люди? В чем же дело? Аввакум говорит, что если бы даже Нива не дала плода, на стойлах не было бы ргато скота, и в загоне увес, а я буду радоваться и веселиться о Боге, спасителе моем. И почему оно так иногда утрачается? Почему? Именно, дорогие мои, это нужно быть часто на коленах и получать оттуда заряд. Заряжаться тем, чтобы быть заряженным силою Духа Святого, где мы все преодолеваем силою возлюбившего нас Иисуса Христа. Я хочу прочитать один такой псалом, я его перед вами уже и читал, но он мне запал глубоко в сердце, и я его никуда не забуду. Это, вы знаете, я думаю, Господи, действительно, как это так можно? Неужели нас Писание обманывает, или мы просто, мы бываем другими, сами не на месте иногда? Ну, да, действительно, как радоваться. Жена уже моя тоже болеет четыре, уже год и четыре месяца, и я с ней постоянно. Казалось бы, что, а Господь говорит Духом Святым, все принимайте, как от меня, не ропщите, все принимайте с любовью. Да! Иногда вроде и не укладывается, и думаешь, Господи, почему так? А там то, а там то, а там то. И кажется, ну, когда радоваться? Как только начинаешь радоваться, там еще что-то. Ну, я прочитаю, а вы будьте внимательны. Это Псалом из песенника 815. Можете найти себе, или там можете высветить. Я его буду читать. «Есть радость в том, чтобы люди ненавидели». Ну, какая-то радость. «Добро считали злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом». Как это преодолеть и в этом радоваться? Назвали тебя врагом. Слез твоих никто не видит. Но ты придешь домой, склонишь колени, и найдешь отраду там, и возрадуешься. Слава тебе, Господи, что я призван тобой, я принял бесчестие, я участвую в твоих страданиях. Есть радость в том, чтобы вечно быть и знанником, и как волна морей, как туча в небе, одиноким странником, и не иметь друзей. Тысячи наших братьев по тюрмам, в одиночестве, там кончилась их жизнь. И причем в радости. Блаженны вы, бездомные, томимые, печалью земной, блаженны вы, презренные, гонимые, жестокую толпой. Это, братья и сестры, я не знаю, это можно быть каким-то фанатиком, каким-то безрассудным человеком в таком случае радоваться. Но вы знаете, что я понял так, что все Евангелие, это таинственная книга. Это таинственная книга. И написано в Библии, что пророка Исаии написано такие слова, и кому открылась мышца Господня. Это только можно понять. Прекрасно только жертва неизвестная, как тень хочу пройти, и сладостно да будет ноша крестная здесь, на земном пути. Но не все хотят пройти, как тень. И жертва тайная, в тайной комнате, или, может быть, в подаянии, или в милосердии, каком даже на дом молитвенном, или куда. Это тайное что-то есть. Каждому хотелось бы быть явным, сфотографированным, громогласно на весь мир, в интернете, в фейсбуке, еще где-то. А это жертва тайная, которую никто не знает. Кроме того, кто склоняет колени и молится Господу, и получает оттуда заряд. О, верь! Твое сокровище нетленное, не здесь, а в небесах. В твоих скорбях величие сокровенное, восторг в твоих глазах. Слава нашему Богу! Сокровище нетленное, не здесь, а в небесах. Умри, как жил, с любовью и надеждою, не слыша дальних бур. И Серафимов крылья белоснежные умчат тебя в лазурь. Придет время, когда Серафимы белоснежные унесут тебя в лазурь, в небеса. Другие мои, это радость всем людям, но только тем, которые имеют с ним связь, имеют с ним контакт, которые понимают жертву милостивления, оценили Христа, оценили Его кровь, оценили Его подвиг души, они становятся и радуются. Слава Тебе, Господи, что Ты искупил меня, что Ты призвал меня, что Ты простил меня. И всякий человек, который вистину христианин, подлинный христианин, если он чуть-чуть что-нибудь согрешит, чуть-чуть, и он уже, знаете, великой скорби, сожалевает, Господи, Ты за меня такой подвиг свершил, Ты пролил за меня кровь, Тебя обичевали, Ты был на кресте, а я так легкомысленный. Человек сожалевает, плачет, смиряется, кается другими. Поэтому радость можно везде искать. Я недавно услышал, даже наш пастор, я ему спросил, сказал, брат Виктор, вы были в Иерусалиме, какое ощущение вы там имели? Ну, говорит, возвышенное было, ну, конечно, ну, смотреть на это, куда ходили апостолы, сам Христос, быть в Ифлееме, быть в таком прекрасном месте, кажется, Господи, поднимается дух, а когда оттуда уйдешь, придешь, он уседает назад. И все-таки в тайной комнате можно дойти радость, где можно простить и обиду, и простить, где можно смириться и сказать, Господи, я ничто. И самое высшее, что понимаю в своей жизни, да и вы, я думаю, тоже так само, что увидел я из всего того, все, что прожил жизнь, увидел, что я совсем ничто. все во всем Господь и Ему слава, Он достоин принятий чести, слава Ему навеки. Аминь. Молимся. Субтитры создавал DimaTorzok